Несмотря на развитие технологий, изобретение Попова является одной из самых востребованных систем коммуникации. Аудитория радио свыше 90% от общего числа населения России. Это 40 миллионов человек. Станция ФМ слушает дома, на работе, в автомобиле, через интернет, в смартфоне и даже через телевидение. Но несмотря на популярность, проблемы в этой отрасли всё же есть. Особенно их испытывают региональные станции. В чём они заключаются и как их решать, эти вопросы обсуждают уже в шестой раз российские радиовещатели в Сочи. Конференция собрала более 200 руководителей и ключевых специалистов, ведущих радиостанции федерального, регионального и локального значений. За два дня участники обсудят управленческие, коммерческие и маркетинговые аспекты своей работы. В их числе и вопросы по использованию новых возможностей социальных сетей, проблемы во взаимоотношениях регуляторов и вещателей, удержания служителей, а также формирования интерактивного радио. Площадка для форума у российских радищиков остаётся неизменной. С приветственной речи к участникам традиционно обратился глава города. Рад, что в местном проведении конференции будущее регионального радио именно снова определён город Сочи. И я уверен, что вы обязательно сможете обсудить все наболевшие проблемы. И, конечно, я в этом просто уверен, что найдёте время, чтобы полюбоваться красотами нашего города. Увидеть в красоты курорта участники конференции смогут на экскурсиях. Возможно, и услышат эфиры местных станций, которые имеют массу слушателей. Но на краевой уровень пока не выходят. А эксперты уверены, что будущее именно за региональными радиостанциями. Очень важно в этой ситуации, чтобы радио производило очень качественный конкурентный контент. То есть, чтобы радиопередачи были реально интересны и реально востребованы. Общая тенденция, которую мы видим сегодня на наших рынках, она, к сожалению, говорит о том, что далеко не всё необходимое для этого делается. Проблема в том, что на продукцию региональных и локальных радиостанций оказывает влияние крупные федеральные холдинги. Отсюда увеличение смешанных лицензий. И выйти из ситуации можно, только создав уникальную и интересную нишу на местном рынке. Определённые успехи в этом направлении уже есть у Краснодарского края. Кубань – один из нескольких регионов России, которые имеют собственную, уникальную и массовую сеть охвата радиовещанием полного цикла с собственным контентом 24 часа на 7. Причём таких в крае две. Это первое радио в структуре нового телевидения Кубани и холдинга и Казак-ФМ. И это наше уникальное конкурентное преимущество, которое позволяет краю уверенно смотреть в будущее. Минкомсвязи готовы оказать поддержку радищикам. Но главное всё же рассчитывать на свои силы, искать новые способы общения с аудиторией. Кстати, для России до сих пор остаётся открытый вопрос цифрового наземного радио, которое уже активно развито в Европе. Эту тему эксперты тоже поднимут на конференции. Кстати, в этом году Российская академия радиовещания отмечает свой 10-летний юбилей.